Здравствуйте! Мы будем разбирать задачу номер 9 первого тура Олимпиады на язык Африхили. Это искусственный язык, который был придуман для того, чтобы все жители Африки могли на нем говорить друг с другом. Вот какие слова нам даны в этой задаче. Слова языка Африхили с русскими переводами. И в задании потребуется перевести еще несколько слов с языка Африхили на русский язык и, наоборот, с русского языка на язык Африхили. Ну, как всегда, для того, чтобы правильно перевести, нам сначала нужно проанализировать данные нам в условия материала и понять, как эти слова устроены. Ну, а значит увидеть, по-видимому, какие-то связи между этими словами. Иначе вряд ли мы сможем какие-то новые слова породить. Раз нам такое задание дается, значит, по-видимому, мы в этих связях можем разобраться и увидеть в них что-то общее. Ну, прежде всего, наверное, бросается в глаза то, что некоторые слова даны в единственном числе, а другие слова даны во множественном числе. Во множественном числе у нас есть слова «дети», «цветы», «авторучки», «лошади» и «девушки». Можно ли как-то определить, как выражается множественное число в языке Африхили? Пытаться найти какой-то определенный показатель, ну, например, окончание или приставка, которая бы отвечала за множественное число, но вот на этом материале не удается, потому что здесь все разное. Тем не менее, мы можем заметить нечто общее. Видно, что во всех словах во множественном числе первый и последний гласный одинаковы. Это могут быть разные гласные в разных словах, это могут быть и А, и Э, и И, как мы видим, но они всегда совпадают во множественном числе. А совпадают они в единственном числе. Для этого надо бы смотреть, даны ли те же самые слова нам в единственном числе. И вот оказывается, что такой пример есть. Таких примеров даже два. Это слова авторучка и девушка. Авторучка в единственном числе АК линии, во множественном числе ИК линии. Девушка в единственном числе ОМУКАЗИИ, во множественном числе ИМУКАЗИИ. Тогда мы можем сделать определенный вывод. В единственном числе первые и последние гласные слова различаются, а во множественном числе они совпадают. Причем первый гласный становится таким, каков последний гласный. Первый гласный подавляется последним. Вот такой удивительный способ образования множественного числа в языке Африхили. Замена первого гласного слова на последний, и получается так, что первый и последний гласный у слов в Африхили всегда совпадают. Вот три балла получали те, решившие эту задачу, кто это явление правильно описал. Посмотрим, что еще здесь происходит. Что еще мы можем заметить в этих примерах, в этих словах, переведенных с языка Африхили на русский язык? Вот что мы еще здесь видим. У нас есть несколько слов, три слова, которые имеют в языке Африхили нечто общее. Там есть такой кусочек син в конце слова. Есть ли у них что-то общее по смыслу? Очевидно, да. Эти слова — букет, стая рыб и флот, хотя по-русски у них нет ничего общего, и даже стая рыб — это не одно слово, а два слова. Тем не менее, содержательно у них есть общий кусочек смысла, есть нечто собирательное. Букет — это много цветов, собранных вместе. Стая рыб — это несколько рыб, которые вместе куда-то плывут. И флот — это несколько кораблей. Вот русский язык не имеет специального способа выражения собирательности, во всяком случае в этих примерах, а язык Африхили имеет, как мы видим, это син. И вот действительно, таким образом в этом мы тоже разобрались. Это собирательность. Осталось нам еще некоторый кусочек решения. Мы действительно видим, что вставляется в слове син. А куда оно вставляется? Оказывается, что это син добавляется после данного слова, которое не имеет значения собирательности. Мы это видим, потому что у нас дано слово корабль отдельно от слова флот. И мы хорошо видим, что корабль — это эмели, а флот — это эмели-си-ни. Итак, мы видим, что добавляется син, и еще раз повторяется тот гласный, на который заканчивалось исходное слово. То есть в собирательном слове последний гласный тот же, который был и в исходном слове, он повторяется. Хорошо видно, что показатель собирательности добавляется к исходному слову, стоящему в единственном числе. Эмели — корабль, эмели-си-ни — флот. То есть флот буквально корабль собирательный. Ну, так сказать, такое корабельство, а не от корабли, не от множественного числа, как можно было подумать. Потому что во множественном числе первые, последние гласные, как мы уже поняли, совпадают. А здесь это не так. Это вот касается и всех других слов в языке африхили, которые мы еще увидим. Все производные слова образуются от исходного слова в единственном числе. Вот таким образом мы уже полностью описали явление собирательности. Добавляется показатель син, и повторяется последний гласный слово. В сумме получается 2 балла за эту часть задачи. Смотрим дальше, что еще мы можем обнаружить. У нас есть 3 слова, которые имеют общую часть «нд» в том же месте, где только что у нас была общая часть «син». Ну, по-видимому, снова надо найти нечто общее по смыслу. Действительно, такое общее находится. ручей, диалект и карлик, по-видимому, это что-то меньшее, чем что-то исходное, чем то, что называется исходным словом. А есть ли у нас такой пример, где этого нд? Нет. Такой пример находится. Это пример человек, омунтун. Человек, омунтунду, это карлик. Ну, действительно, карлик это вот такой маленький человек. Но тогда можно предположить, что ручей, это, по-видимому, маленькая река, речка, есть языки, где ручей так и называется, речка или реченка буквально. Ну, а диалект, это нам еще предстоит понять в задании, что это маленькое. Ну, по крайней мере, можем предположить, что диалект это нечто не самое большое, на нем говорят не так много людей. Итак, получается следующее правило. Уменьшительность, так она выражается в языке Африхили. Мы добавляем показатель нд и повторяем последние гласные слова, ровно так же, как это было с добавлением показателя СИН. Это аналогичные способы образования производного слова. Собирательное слово и уменьшительное слово, но показатели разные. Идем дальше. Дальше мы можем увидеть название людей. А среди них выделяется следующий водитель и сапожник. Что у них общего? Ну, по-видимому, и то и другое название некоторых профессий. Водитель тот, кто водит автомобили, сапожник тот, кто изготовляет сапоги или вообще обувь. А как они образованы? Мы видим, что там есть общая часть МА. Где-то такое в середине слова. Итак, мы видим, что МА, по-видимому, отвечает за профессию. Слова, обозначающие представителя какой-то профессии, имеют в себе показатель МА. В какое же место он вставляется? Есть ли у нас пример, где есть то же самое слово, но без МА. Такой пример есть. Автомобиль. А, фи, ди, автомобиль. А, фи, ма, ди. Это водитель. Мы видим, что МА добавлено перед последним слогом исходного слова. А, фи, ди, автомобиль. А, фи, ма, ди. Водитель автомобиля. И, сапа, ма, ту, сапожник. Можно предположить, от какого слова образован сапожник. По-видимому, надо убрать МА и получится слово И, сапа, ту. Ну, а в задании мы поймем, что это, собственно, такое. Итак, это была самая сложная часть задачи, поскольку здесь надо было не только указать смысл, МА обозначает профессию, но и указать точно, где эта МА появляется перед последним слогом. Это важная часть задачи, поэтому здесь 5 баллов за правильное указание места этого показателя. В других случаях этого дела было не надо, потому что показатель просто добавлялся к слову, с повторением гласа. Но здесь вот он помещается где-то такое внутри. Это то, что в некоторых языках, естественных языках, называется инфикс, такой элемент, который вставляется внутрь корня. Такое в языках бывает редко, скажем, в русском языке такого мы не встречаем. Ну, вот такое было, например, в латинском языке, бывает такое в литовском языке. Есть и другие языки, где такое встречается. То есть это не было придумано специально и уникально для этого искусственного языка. Ну, конечно, для решения задачи ничего этого знать было не нужно, употреблять термин инфикс было не нужно. Идем дальше. Мы можем заметить, что у нас есть еще некоторые пары слов. Школа, директор школы, президент и республика. Ясно, что они как-то связаны. Директор школы — это тот, кто в этой школе главный, но это знают все школьники хорошо, а президент — это тот, кто главный в республике. Это тоже знают, например, все жители нашей страны или других стран, где есть президенты. Президент — главный в республике, директор школы — главный в школе. А как устроено? Какое слово исходное, какое производное? Можно ли увидеть, какой показатель здесь добавляется? Нет, слова одно и то же длины. А джамури и джамура, эшули и шуле. Мы не видим какого-то показателя, который добавляется. Тем не менее, слова изменяются. И вот то, как они изменяются, это действительно удивительный способ образования нового значения. Здесь меняются местами первый и последний гласный. Вот таких примеров в реальных языках, по-видимому, не засвидетельствуют. Это действительно такой вот уникальный, оригинальный способ образования новых слов, придуманный в этом языке. Но он явно на наших примерах работает. Поменять местами первый и последний гласный со значением «руководитель». Чтобы получить слова со значением «руководитель», мы меняем местами первый и последний гласный исходного слова. И за это можно было получить три балла, если правильно описать это явление. Итак, мы можем выполнить первое задание. Мы можем перевести данные нам слова в обе стороны, потому что все, что в этом языке происходят необходимые для этих переводов, мы уже выяснили. Ну, давайте это сделаем. Стоматолог — это явно какой-то специалист. Это профессия. Профессия — это чего-то исходного. Чем имеет дело стоматолог? Если водитель имеет дело с автомобилями, стоматолог, очевидно, имеет дело с зубами. Слово «зуб» нам было дано. Это «аду». Что нам нужно сделать? Нам надо добавить показатель профессии «ма», причем не забыть, что добавить его надо перед последним слогом, а не где-то еще. И тогда мы получим ответ «а-ма-ду». Вот так вот будет стоматолог. Дальше мы посмотрим на слово «корабли». «Корабли» — это множественное число. Ну, единственное число «корабль» нам было дано. «Корабль» — это «эмели». Множественное число, как мы помним, образуется заменой первого гласного на тот, который стоит последним. Значит, не «эмели», а «имели» — множественное число «корабли». Это «корабли». Группа девушек. Группа девушек — это не множественное число, это не «девушки», такое слово у нас было. Это «собирательное значение». Группа девушек — это вот как стая рыб. Значит, добавляется «син», повторяется последний гласный. Если девушка это «о-му-ка-зи», то группа девушек — это «о-му-ка-зи-си-ни». Не забыть повторить последний гласный. О, мукази, синие. Рыбы. А здесь нужно сделать обратное. Здесь надо, когда у нас было дано забирательное слово, стая рыб, теперь образовать просто множественное число от слова рыба. Это сделать чуть сложнее, потому что, вообще говоря, нам не дано слово рыба само по себе, а дано нам. Стая рыб. А, чё, сино. Ну, раз А, чё, сино, это стая рыб, последний гласный повторяется О, значит, исходное слово рыба это А, чё. А, чё, на множественном числе нужно повторить последний гласный, тогда получится рыбы О, чё. Вот это вот довольно сложное место. О, чё, понять, что последний гласный исходно был О, вычислять все слова, стая рыб, и повторить его вначале. Рыбы. Теперь обратный пример. Нам нужно перевести слово с языка Африхели на русский язык. Аджамура. Что это такое? Ну, очевидно, надо найти похожее слово. Похожее слово у нас было, их было даже два. Это были слова республика Аджамури и президент Иджамура. А что же такое Аджамура? Ну, очевидно, раз там повторяется первый и последний гласный, это множественное число. Так устроены все данные нам слова Африхели. А множественное число от чего? Это республики или президенты. Как это определить? Вспомнить, что повторяется именно последний гласный. Раз это А, надо посмотреть на то из этих двух слов, которые кончаются на А. Это президент, а не республика. Президент Иджамура, значит, Аджамура это президенты. Это президенты. Следующий пример. Следующий пример. Олуга. Что можно сделать? Первый и последний гласный в этом слове различаются. Значит, это не множественное число. Это какое-то исходное слово. В единственном числе там нет никакого показателя. Откуда мы знаем, что оно значит? А у нас в условии было дано похожее слово, но с дополнительным показателем. Это было слово Олуга, да. Значит, оно диалект. Мы помним, что мы обнаружили, что диалект — это вроде бы нечто маленькое. Ну, теперь уж надо вплотную задуматься. А маленькое что? Диалект — это маленький, ну, очевидно, это такой маленький язык. Не общий язык, а некоторая его часть. Диалект — это такая вот часть языка, такой небольшой язык. Правда, те, кто писал, что вообще показатель «нед» обозначает часть, не вполне правы и получали меньше баллов, потому что мы ведь не можем сказать, что карлик — это такая часть человека. Может быть, и верно, что язык состоит из диалектов, но уж точно не верно, что человек состоит из карликов. Такое описание было неправильно. Правильно было бы сказать нечто небольшое, маленькое, меньше. Вот так автор языка африхили понимает диалект как нечто маленькое, маленький уменьшенный вариант языка. Итак, улуга — это язык. Переходим к слову «цветок», снова переходим к переводу с русского языка на язык африхили. Нам был дан букет. Мы помним, что букет — это «атуре сине». Здесь есть значение собирательности. Что нам нужно сделать? Нам нужно просто убрать син и последний гласный «эй». Получается слово «атуре». «Атуре» — это «цветок». Теперь башмак. Надо сказать, что не все хорошо уже помнят, что такое башмак, потому что это слово в современном языке используется чуть-чуть реже, чем раньше. Но, очевидно, это что-то связанное с обувью. И, ну, на самом деле, это просто некоторый такой не очень, может быть, дорогой, не очень красивый предмет обуви. Ну, вот такое вот нечто вроде ботинка или сапога. Поскольку у нас был сапожник, ясно, что от него можно образовать и башмак. Сапожник — это «Исаба мату». Мы помним, что «ма» там отвечала за название профессии. Это «ма» мы просто убираем. Мы, собственно, уже это проделывали, получаем «Исабату». «Исабату» — это, очевидно, башмак. Дальше переводим «Амка мате». Мы опять видим «ма». Мы понимаем, что это какая-то профессия, это специалист по какому-то объекту, по какому-то занятию, по какому-то, может быть, предмету. А что мы находим похоже? Мы находим слово «Амкаты». «Амкаты» — это хлеб. Ну, а кто специалист по хлебу, чья профессия стоит в том, чтобы заниматься хлебом? Ну, очевидно, это пекарь, тот, кто хлеб печет. Можно было написать и по-другому. Например, булочник или как-то еще изобразить профессию человека, связанного с хлебом. Скорее всего, с тем, кто его изготовляет по аналогии с сапожником, который изготовляет обувь. Так что «Амкаты» — это пекарь. Последнее слово, которое нам надо перевести, это слово «король». Ну, очевидно, в условии у нас было дано слово «королевство». Ясно, что король связан с королевством. Кто от кого произошел, мы здесь не знаем, потому что мы помним, что главный в чем-то, как директор школы, и то, в чем он главный, они вот такую образуют пару. Там меняются гласные. Какой был изначальный порядок, не очевидно, но мы точно можем поменять гласные слова «королевство» и получить «король». И если «королевство» — это «аму-камо», то «король» — это, наоборот, «у-му-камо». Надо было поставить гласные в другом порядке. Итак, вот у нас перед нами ответ на задание номер один. И мы в случае ошибок в каком-то из этих слов вычитали разное количество баллов. Самым сложным было слово «президенты», потому что там надо было выбрать между президентами и республиками. По два балла слова «стоматолог», «пекарь» и «язык», а остальные примеры по одному баллу. Вот так вот это делалось с заданием номер один. Осталось нам задание номер два. В задании номер два нужно выбрать из трех вариантов. «Имулензи» — что это? «Фрукт», «мальчики» или «мост». Ну, слово нам не дано исходное, мы корни этого не видели. Но мы можем определить, что в этом слове отвечает за некоторые специальные значения. И это легко сделать, потому что здесь первый и последний гласные одинаковы. «Имулензи», а значит, это, конечно, множественное число. Вообще говоря, в естественном языке это могло быть какое-то случайное совпадение, но не в искусственном языке, где специально продумано так, чтобы если у нас уже есть повторяющиеся гласные, то это точно будет множественное число. Здесь мы можем на это рассчитывать. И тогда ответ «мальчики». «Имулензи» — «мальчики». А вот как будет «мальчик» мы отсюда определить не можем. Мы ведь не знаем, какой гласный был заменен, но это нас и не спрашивают. Теперь «апо-сино» — это что? «Багаж», «гласная комната» или «родственник». Здесь уже множественного числа нету, гласные разные. А видим мы здесь «син». А мы помним, что «син» — это значение собирательности. И гласные повторяются, все как должно быть. А раз они повторяются, и раз это «син», то это значит что-то собирательное. А что имеет значение собирательности? Родственник — это какой-то один человек, классная комната — это какое-то одно место. А вот «багаж» — это много сумок или чемоданов, или мешков, или чего-то такого, что мы с собой везем. «Багаж» имеет такое собирательное значение в русском языке и во французском языке, тоже из которого это слово «производное». И так это «апо-сино» получается, что это «багаж». Осталось последнее слово «и уэле ма сэ». Это то ли книга, то ли библиотека, то ли библиотекарь. Мы видим здесь «ма», и это «ма» здесь явно неспроста. Это искусственный язык. Значит, «ма» не может значить ничего другого. Оно стоит ровно там, где нужно, в месте предпоследнего слога. Значит, оно называет человека по какой-то профессии. Профессия здесь только одна — это библиотекарь. Значит, это библиотекарь. Ну вот, пожалуй, мы таким образом выполнили задание 2. И мы сделали все, что нужно в этой задаче. Задание А в задании 2 стоило 1 балл, задание Б — еще 1 балл, а задание С, где нужно было определить что-то, связанное с профессией, и правильно в месте найти «ма» чуть больше — 3 балла. Ну вот, такова задача на язык Африхили. Интересно, что название Африхили напоминает название Суахили, название реального африканского языка. И действительно, некоторое количество слов Африхили автор его по-видимому взял из Суахили, который он хорошо знал. Например, Аджамури — на Суахили республика Джамхури. Амкате — хлеб, а на Суахили хлеб Мкате. Школа и Шули — на Суахили шули. Но, впрочем, мы понимаем, что это, конечно, европейское заимствование. И, наконец, корабль — эмели. Мели — на языке Суахили. То есть, некоторая часть слов была взята оттуда, и это действительно упрощало бы для тех, кто хотел бы выучить язык Африхили его выучивание. Есть там слова из других языков, в том числе, конечно, африканских, в том числе из родного языка автора. Но есть вот одно слово, на которое я еще хотел обратить внимание. Это слово, собственно, башмак и сабату. В Суахили это будет по-другому, зато этот корень можем найти во многих других языках. Сапато по-испански, сапато по-португальски. И все это тоже означает сапог. Так что, по-видимому, как-то это слово послужило источником для того слова, которое мы видим в языке Африхили. Надо сказать, что есть пара русских слов, которые тоже восходят к тому же корню. Корень, по-видимому, тюркский, турецкий. Чабата по-русски — это хлеб, а по-итальянски — это тапочек, вот такой вот овальный. И даже по-русски есть слово «чоботы», сейчас уже малоизвестное, такое старое название обуви «чоботы», но оно тоже, по-видимому, этого происхождения. Может быть, чуть более известное слово «чоботарь», которое означало «сапожник», а еще более известна фамилия «чоботарев», которая происходит именно от этой профессии. Вот такие неожиданные связи мы можем увидеть, изучив язык Африхили, но пока и не в рамках задачи. Ну вот на этом мы заканчиваем ее разбор. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok